Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Лето, ах лето, лето теплое, будь со мной. Тропический зной пришел в Россию. Как говорят представители гидрометеоцентра, такого не было как минимум 100 лет. В Москве побит вековой рекорд жары. И это не предел. Плюс 35 во многих регионах и обещают до 40. И в горах местами до 25. В Черкесске вечером и в конце дня кратковременные дождь и гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 17-19, днем 28-30 градусов тепла. Берегите свое здоровье, ведь в зной тоже можно болеть. Прохладительные напитки, мороженое, сплит-системы и так далее. Продолжим тему здоровья. Пять единиц современного медицинского оборудования приобретено в Карачаево-Черкесии в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения республики». Это три системы ультразвуковой диагностики и два аппарата искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии. Оборудование установлено в районных больницах Адыгихабльского, Малокарачаевского, Урупского районов. Полтора года пандемии. Казалось бы, вакцинация идет полным ходом. Но, увы и ах, статистика в последние несколько дней нас пока не радует. Нужно надеяться на лучшее. С приходом коронавируса мы просто забыли и про другие болезни. Немало центров, в которых работают высококвалифицированные специалисты. Сегодня мы расскажем о Центре планирования семьи на базе Республиканского перинатального центра. И сегодня гость нашей программы, руководитель Центра планирования семьи Руфина Байчорова. Доброе утро, Руфина. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Руфина Рамазановна, вот вы более 10 лет руководите Центром планирования семьи. Вот для многих женщин, наверное, непонятно, что это за центр. Может, они сейчас впервые слышат, что у нас есть на базе перинатального центра нашего Центр планирования семьи. Вот какую роль он выполняет, чтобы было понятно нашим телезрителям? Центр планирования семьи существовал задолго до моей работы в роддоме. Продолжает он существовать и сейчас. За период нашей работы мы потерпели некоторые преобразования в лучшую сторону, как мне кажется. И помимо того, что я руковожу Центром планирования, я являюсь практикующим врачом. Основной функцией Центра планирования семьи является сопровождение женского здоровья населения от периода детства до периода менопаузы и постменопаузального периода в том числе. Специалисты Центра – это специализированные врачи, то есть обученные за пределами диплома на то, чтобы уметь вести определенные заболевания. Но это в основном сложные нейроэндокринные патологии. И помимо того, что мы акушерогинекологи, мы также владеем еще и дополнительными компетенциями. Специалисты Центра – это врач-ювенолог, это доктор, который занимается здоровьем детей и подростков. Это кабинет планирования семьи или, как сказать, кабинет, в котором помогают рассчитать, когда и как правильно родить здоровых деток. Кабинет лечения супружеских пар с ограниченными репродуктивными возможностями и кабинет гинеколога-эндокринолога. Каждый из специалистов ведет свою группу пациентов и, как я уже сказала выше, обладает дополнительными компетенциями. То есть умеет лечить более, как сказать, усложненную форму заболевания. Ну вот так я бы сказала. Понятно. Вы знаете, сейчас, наверное, многие женщины, особенно такого, наверное, пожилого возраста, скажут, «Да вот мы чуть ли не в поле рожали когда-то, и не было у нас никаких центров планирования семьи, а сейчас как бы вот на тебе и центр планирования, да? Вот как-то женщины были крепче раньше, вот они действительно рожали в поле, у них было, наверное, здоровье другое, да, нежели вот у нынешнего поколения. Вот вы сталкиваетесь-то с пациентками? У нас есть совершенно замечательный профессор, я его цитирую при каждом удобном случае, потому что лекции его я просто люблю всей душой. Он говорил, вот здесь в зале присутствует поколение 40+, но 40, там, и лет до 55, это основа, это основная трудоспособная часть населения. Вот у вас, он говорил, друзья мои, у ваших бабушек было два хронических заболевания, у вас уже четыре, а у ваших детей будет 8, 9 и больше. То есть индекс здоровья населения или диагностика стала лучше, или прибавились болезни цивилизации, так называемые, или же получились какие-то реализации того и другого, но на самом деле мы носим хронических заболеваний больше, это первое. Второе, возможно, рожали в поле, но репродуктивный возраст начинался очень рано, практически с пубертата. Мы знали случаи, когда в 14 лет девочку забирали из дома. Сейчас же в моде, наоборот, так называемое отсроченное материнство. Женщина для начала, ну, не то чтобы она становится на ноги, она утверждается. Включились определенные экономические реалии. Люди хотят своим детям дать лучше, и поэтому стремлений, желаний у людей много. Женщины становятся экономически независимыми, имеют определенные карьерные виды. И когда реализовываются все дела, очень часто женщины, ну, не то что вспоминают, вот понимают, что они готовы к материнству. И вот тогда уже наши услуги, Центра планирования семьи, и в частности, Кабинета по лечению пар со снижением фертильной функции, или там Кабинета планирования семьи, они очень бывают кстати, потому как мы, постоянно специализируясь, умеем лечить состояния, которые сопровождают женщин нашего века. Сказать, что крепче, ну, может быть, вынесли больше. Я думаю, наши даже крепче. Да. Ну, сейчас женщина может и в 40 рожать, да, и в 50, и в 60 столько случаев, да? Да. И есть возможность как бы, да, для этого, все есть. Скажите, вот обязательно ли нужно посещать ваш центр? К примеру, вот молодая пара, да, только что поженились, вот они даже не знают, что он существует, этот центр, ну, сейчас узнают. Они должны, вот они планируют ребенка. Они должны в первую очередь прийти в ваш центр? Или это не обязательно делать этого? Вы знаете, я недавно читала одну статью замечательную, где было написано о том, что здоровье ребенка закладывается до его рождения, на этапе планирования. То есть, как я уже сказала, молодые люди, ну, в результате, там, гиподинамии, может быть, в результате какого-то цифровой такой загруженности, да, когда они отрываются от смартфонов, когда они занимаются физическим каким-то трудом, ну, к сожалению, не очень здоровы в плане репродукции. Поэтому сформировать правильные пищевые привычки, сформировать правильный образ жизни, это я говорю в плане подготовки к материнству, сформировать определенный баланс витаминов, микроэлементов, минералов в организме, для того, чтобы дать этой новой жизни весь набор, из которых формируется человек, да, чтобы женщина не была в дефицитах. Мужчина, конечно же, тоже. То вот мое мнение, как врача, который очень много лет практикует и уже лечит мам, уже лечит детей, тех мам, которых лечил когда-то, однозначно, да. Подготовка к беременности или прегравидарная подготовка – это важнейший этап. Это профилактика пороков развития. Это залог того, что родится желанный ребенок в желанное время. И это залог того, что, ну, женщина не вступит в какие-то моменты, когда она столкнется с беременностью непланированной. Ну, то есть тут очень много функций, и о них, если начать говорить, то я же говорю, надо начинать с детского возраста и продолжать до менопаузального. Ну, получается, наверное, к вам должны обращаться не только женщины, но и как бы супруг должен вместе со своей женой приходить вместе, да, к вам на прием. Потому что зачастую говорят, вот почему женщина не может там забеременеть, а вот у нее, наверное, там патологий много, да, а может быть причина все же в мужчине. Наверное, бывает такое, что они вот вдвоем приходят к вам? Или у нас такой менталитет? Ну, нет, почему? Знаете, статистика в вещу прямо. И у нас совершенно четко есть дифференцировка, бесплодие такое-сякое, сочетанное, мужское-женское. И поэтому скажут, что мужской фактор не существует? Нет. Он существует очень много. Если в начале моей карьеры, ну, процентов 20 мужчин имели фактор бесплодия, да, то сейчас я могу сказать, что процентов 50. И опять-таки то ли диагностика улучшилась, то ли здоровье ухудшилась, то ли и то, и другое вместе взятое, но на самом деле да. Мужчины на прием приходят. Поначалу, ну, стеснялись, а потом, наверное, мы уже набрали какой-то рейтинг доверия, приходят, доверяют, и мы рады всегда видеть супружескую пару, консультируем. Да, ну, ни для кого не секрет, сейчас, ну, может быть, на мой взгляд, очень много пар, которые все-таки, как бы, не могут иметь детей. И наверняка, в первую очередь, они идут к вам за решением именно вот этой проблемы. И все же их больше, наверное, да, вот, которые все-таки, ну, они, может, не бесплодны, да, но есть какая-то болезнь, патология, именно причина не увидеть эти две заветные полоски на тесте, да? Понятно. Ну, вы знаете, тема тоже очень большая, обширная, интересная, почему не получаются дети, да? Очень часто бывает, что приходит совершенно здоровая, красивая пара, пышущие здоровье, молодые люди, не получается. Да, какие-то мелкие проблемы находятся, находятся и крупные проблемы со здоровьем, ну, не какие-то катастрофические, а те, которые могут препятствовать зачатию. Но очень часто приходят и люди, которые физически, соматически здоровы. И вот тут я имею право думать о психогенном факторе бесплодия. Сейчас эта тема, мало что она очень популярна, так она еще и на самом деле подкрепляется научными данными. Потому что, что ты не говори, регуляция вся идет из головы. И если какой-то дисбаланс существует эмоциональный или психологический, или прочего генеза, то беременность, конечно, она наступать не будет. Беременность, не зря же говорят, это плод любви. Это любовь, это любовь к жизни, к партнеру, к себе, к своему телу, к своему здоровью. Вот реализация ребенка. Но сейчас бесплодие не приговор, и на помощь приходит ЭКО. Вы тоже этим занимаетесь, готовите, наверное, женщин к ЭКО. Но это будет, наверное, следующей темой нашего интервью. Хотелось бы еще задать такой вопрос. Женщины как могут к вам обратиться, женщины и мужчины, семейные пары? Им нужно как-то записаться на прием? Как вот этот процесс рабочий проходит? Ну, сейчас все очень доступно. Во всем помощник интернет, во всем помощник коммуникации, средства связи. Можно позвонить в перинатальный центр, можно через электронную запись записаться. Причем существуют соцсети, в которые ведут свои странички очень многие медицинские учреждения. Если даже вы придете наверняка, то специалисты центра, мы работаем посменно, бывают на месте, мы с удовольствием всех примем. Да, и главное, что можно, есть у вас детский гинеколог. Да, ювенолог. Кабинет планирования семьи, кабинет лечения бесплодных пар и врач-гинеколог-эндокринолог. Это тоже очень важный доктор, очень грамотный. Мы зачастую сами приходим со своими анализами, бумагами. Подскажите, научите. Руфина Рамазановна, очень интересно вас слушать. Очень интересные темы, которые на сегодняшний день очень актуальны, я думаю. Мы встретимся с вами в следующей программе и поговорим об ЭКО. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Спасибо, что пригласили. А далее вопрос для любителей истории. Кого в Российской империи называли пластунами? Не знаете? Тогда смотрите следующий сюжет, который все пояснит и объяснит, как современный кружок по стрельбе пластун, который действует на базе ДОСААФ, перекликается с образом превосходного воина из прошлого. Фатима Даурова подробнее. Казачий спецназ – особые отряды воинов-казаков, которых еще называли пластунами. Они комплектовались из казаков Кубанского казачьего войска и были известны своими превосходными воинскими качествами. В 1842 году пластунские команды были учреждены при пеших и конных частях Черноморского войска. Попасть в пластуны было не так уж и просто. Требовалось обладать недюжинными, даже по меркам остальных казаков-кубанцев, качествами – физической силой, выносливостью, неприметностью, охотничьими навыками. Перенимая традиции старины, меткости и скорости, теперь будут обучать детей казаков Баталпашинского казачьего городского общества в стрелковом кружке пластун. Обучение по обращению со стрелковым оружием обязательно начинается с техники безопасности. С любого вида оружия мы соблюдаем технику безопасности. Это самое главное. В любом состоянии оружия нельзя направлять на людей. Правильно? Разобрано оно, собрано или заряжено, или разряжено оружие. В любом состоянии запрещено направлять на людей и животных и в опасные направления появления людей. Это самое главное. В учебном классе стоит тишина. Своего наставника юные казачата слушают очень внимательно. Еще бы, занятия по стрельбе ведет не кто-нибудь, а бывший соборовец – боевой офицер Василий Попов. С оружием Василий Анатольевич на «ты». Этому же собирается научить и детей. Чтобы дети наши знали, как обращаться с оружием. С любым видом оружия, чтобы они имели представление, как обращаться. Как стрелять с пистолета, правильно. Как стрелять с винтовок, любых модификаций, пневматических. Перейдем на малокалиберные винтовки. Цель – научить ребятишек не просто стрелять, а стать спортсменами. Спортсменами-разрядниками. Они должны выполнять определенные нормативы по стрельбе, набирать определенное количество очков для выполнения спортивных нормативов. Некоторые из ребят уже имеют первоначальное представление об оружии. Но придя на занятия в стрелковый клуб, они настроены научиться большему. Мы с папой выезжали за город, чтобы пострелять. Ну, я с винтовки стреляю, но не настоящий же. Ну, я хочу еще хорошо стрелять. Быстро перезаряжаться, научиться, как правильно лежать, но стрелять. И на колени, и прямо. Про воинское достояние своих предков знает и Сергей Брагин. Он привел своего сына на занятия, чтобы познакомить поближе с воинской историей казаков и заодно выковать будущего защитника Отечества. Мы не знаем всех тех тонкостей, которые знает наш учитель. Поэтому вот эти все нюансы, чтобы парень освоил, не то, что я ему показал, да, ставь сюда, целься туда, да, эти как бы азы любой может показать. А нюансы, конечно же, только покажет учитель. Потом работа с оружием в секции, я думаю, научит быть его более дисциплинированным, да, что тоже немаловажно. Дальше что? Он опять-таки будущий защитник Родины. Большой, малая, семьи своей. Ну, в принципе, вот из-за этого он здесь. Стрелковый кружок пластун детский. Все казачата еще школьники. Но у них все, как у взрослых. От теории к практике. В Тире-де-Сааф есть на что посмотреть. Глаза будущих стрелков горят от восторга. Здесь существуют строгие правила. Стрельба из оружия не терпит суеты. Держим винтовочку. Приклад хорошо в плечо, в мушку. Смотрим в оптику. Тут у нас оптический прицел. Как снайпер, прям стреляешь. Целится и стреляет, да? Отстрелялся, молодец. Самый юный стрелок в группе Ваня Костырев старается как взрослый. Он очень хочет походить на своего папу, бывшего военного, который профессионально владеет всеми видами оружия. Чтобы лучше стрелять, чтобы хорошо в цель попадать. Как папа? Да. Отрадно отметить, что наравне с мальчишками попадать в яблочко хотят научиться и девочки. Они не уступают в желании и цели стать лучшими стрелками в группе. Тем более, что некоторые даже связывают это умение с будущей профессией. Я хочу стать полицейским. Пришла сюда, потому что интересно. И узнать, как правильно держать оружие, как правильно стрелять. Ну, может быть, стать чуть-чуть меткой. Я хочу научиться стрелять из автомата калашника и попадать в десяточку. Занятия в клубе «Пластун» будут проходить два раза в неделю. Совсем скоро у начинающих стрелков пройдут первые соревнования. И это все благодаря поддержке руководства города. Хочу выразить отдельную благодарность нашему мэру, Баскову Алексею Олеговичу. При его активном участии вообще стала возможность создать этот клуб. Плюс наш, как говорится, такой рабочий тандем с ДОСАВ. Мы клуб создали для, как говорится, дети маленькие еще будут служить в армии, подготовить их к армии, чтобы они в армию пришли уже более-менее подготовленные. У нас, кроме этого стрелкового клуба, мы еще и рукопашный бой у нас есть. И тут же на базе ДОСАВ организуем спортзал. То есть мы приглашаем всех. Похоже, летние каникулы для маленьких казаков пройдут с пользой. Фатима Даурова, Ольга Савенко, Роберт Джагутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. И в продолжении спортивной темы. Сегодня Международный Олимпийский день. Спортивное событие мирового масштаба. Цель праздника – популяризация олимпийского движения, пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийский символ у меня в руках. Пять переплетенных колец разных цветов. Это наш знаменитый олимпийский мишка. К сожалению, здесь уже не видно цвета. Он у меня возрастной. Он с времен Олимпиады 80. И ему исполнился уже 41 год. Все мы ждем зимнюю Олимпиаду, которая должна состояться уже в следующем году в Пекине. Сегодня также Международный день балалайки. Это праздник всех, кто имеет отношение к народной музыке, профессиональным музыкантам. В этот день устраиваются различные концерты народной музыки. В Карачаево-Черкесии при Усть-Жигутинском районном доме культуры работает оркестр русских народных инструментов «Сувенир» под руководством заслуженного работника культуры России Анатолия Сгонникова. Оркестр является постоянным участником различных мероприятий. Он пополняет репертуар и сохраняет традиции. За творческие заслуги коллектив награжден грамотами и дипломами. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok